но все пишется сложно видимо сказать согласен там да где-то на компьютере подтвердить согласен я хорошо сейчас хорошо очень хорошо так все тогда можем начинать или или вы пару минут отдышаться нет я совершенно готов уважаемые зрители дорогие друзья вы на канале главная тема народ и сегодня на связи со студии из студии дружественного канала спец российский государственный политический деятель публицист один из лидеров национально-патриотического движения россии юрий болдырев юрий юрьевич рад вас вновь видеть на главтеме спасибо единственное являюсь одним из лидеров скромный рядовой участник друзья мы нашим сегодняшним эфиром продолжаем серию интервью на канале под общим заголовком актуальный вопрос современности но конечно новостной повестки мы не избежим не только потому что законы жанра но и потому что нас юрий юрьевичем кое-что зацепило из текущего юрий юрьевич меня вот больше всего зацепили некоторые высказывания святейшего патриарха кирилла который он произнес во время церемонии награждения его ордена святого апостола андрея первозванного кремле давайте для корректности зачитаю мы сознаем что живем счастливой стране и хотя много проблем мы имеем самое главное мы свободны второе высказывание и сегодня россия с большим запасом прочности идет по своему историческому пути третье высказывание его он кстати сказал во время интервью каналу россии 1 чуть позже у нас много проблем но эти проблемы решаемые у нас нет сейчас никакой острой темы вокруг которой сталкивались бы и общественные интересы и разворачивались бы непримиримые с противодействия считаю это милость божья вот слушая все это знаете мне вспомнился вальтер наш спор который устами одного из своих персонажей в романе айвенга сказал чем дальше от церкви чем ближе к церкви тем дальше от бога но я человек эмоциональный юрий юрьевич а вы человек корректный политкорректный и рассудительный вот скажите пожалуйста числе счастлива ли россия с вашей точки зрения но прежде всего должно говориться что я человеком неверующим и поэтому не хотелось бы именно как неверующему человеку навязывать скажем православную свою оценку действий высказанный так далее там руководителя православной церкви я не что могу оговорить что и среди православных с которыми я общаюсь не могу сказать что у этого руководства православной церкви в связи с подобными высказаниями или в связи с может быть значительной степени с той линии которую придерживается официальное руководство церкви на безусловную поддержку нынешней власти но еще раз подчеркну что те православные с которыми я общаюсь это люди для которых он не является безусловно не является абсолютным авторитетом вот значит если же говорить не об оценки его высказываний а вообще являемся ли мы счастливой страной ну знаете с чем сравнивать для того чтобы сравнивать надо видимо пожить других странах и как-то понять самоощущение других людей сейчас я так понимаю что довольно переломный этап в мире вообще в том числе в связи вот с этой то ли пандемии то ли вспышкой какой-то странной болезни было не столько странная болезнь сколько странная реакция государств правительств властей на эту болезнь значит страна в которой народ целенаправленно по сути дела загоняется в стоило так чтобы его мнение не по вопросам о том как формировать власть не по вопросам о том как встречать и противодействовать той или иной болезни вообще не принимается внимание мне трудно считать такую страну и народ этой страны счастливым мне кажется все таки основная господствующая тенденция по мере развития мира это все большая ценность ну каждого человека его мнение его право участвовать в принятии решений в том числе в том что делать с этой болезнью вот и о том как взаимодействовать так чтобы нам не перезаражать друг друга максимально как-то безопасно пройти этот период если считать его действительно серьезно опасным вот но есть же другие критерии подхода к счастью поэтому у меня всего лишь моё частное мнение но вот а что касается запаса прочности чуть менее эмоциональный вопрос запасом прочности большая проблема опять же вот видите как у религиозных людей может быть вообще другое представление о прочности и запасе прочности может быть они имеют ввиду какую-то духовную составляющую и может быть не их основание считать что мы как никогда духовно сплочены не знаю значит у меня как у человека все таки технического склада очень практического склада представление о запасе прочности не отрицая какую-то душевную духовную там составляющую все таки для меня важна еще и материальная составляющая причем не измеряемая как ввп даже ввп на душу населения а по бисмарку меня интересуют возможности соседей противников я вижу что каждый день на протяжении там как минимум четверти века или уже трех десятков лет каждый день мы все больше и больше научно-технологические промышленно отстаем от наших соседей от наших соперников говорить о запасе прочности в ситуации когда у нас все больше и больше нет ни науки нет технологий не масштабного выпуска самой жизненно необходимой продукции как в сферах самых современных так и сферах базисных там основополагающих начиная там именно от изготовления качественного металла значит качественных подшипников и так далее то я не буду все перечислять этого всего нет и не видно чтобы к этому всерьез пытались вернуться приступить и создать эту какую-то элементарную базу вот этот самый запас прочности запас от прочности с точки зрения минимального самообеспечения у россии мне кажется нет как может быть не было никогда нет как никогда это очень тяжелая ситуация мы конечно можем маневрировать пытаться прислониться только одним только другим то ли в конфликте сша с китаем прислониться к сша как пытался это делать путин в начале своего срока правления да там чуть не надо вступить то ли наоборот прислониться к китаю для того чтобы китай нас обеспечивал жизнь необходимым за то что мы там станем гирька на чаше весов его пользу но и то и другое это в общем то не собственная стратегия это стратегия стратегия примыкания более сильному или тому кто снизойдет до нас это слабая стратегия конечно ни о ком запасе прочности в этой ситуации говорить не приходится а вот что касается ощущения людей вы наверняка слышали о результатах исследования высшей школы экономики как люди оценивают свое финансовое положение может быть кто-то из зрителей не знает друзья семеро из десяти опрошенных сказали о том что считают свое материальное положение трудно юрий юрьевич и это при всем при том что как отмечают но серьезные социологи типа белановского сергей саныча как никогда низок респонс рейд то есть это готовность людей отвечать на вопросы вообще как-то взаимодействие социологами то есть предположительно этот опрос еще был проведен среди тех кто как-то согласился общаться то есть люди более-менее в таком ровном расположении дух на самом деле может быть еще даже хуже как считается знаете надо говорить что социология это наука которая признает необходимость очень точной интерпретации результатов социологических исследований и эта наука признает что очень часто социологические исследования показывают не объективную картину а картину представлений в соответствии с представлениями в том числе навязанными средствами массовой информации то есть если мы говорим о самоощущении с точки зрения финансов то это очень сильно привязано к тому а что люди хотели бы и что люди ожидают и к чему они стремились на что предполагают что имеют право значит здесь два фактора первый фактор чрезвычайно необоснованно завышенные ожидания то есть людям внушили такие стандарты потребления в том числе через там всякого рода даже не киноискусство искусство сериалов через бесконечные шоу там начиная не знаю вот у нас было много разговоров о том что дом 2 развращает молодежь да дом 2 развращал если развращал то развращал не тем что там тельные сексуальные отношения он развращал прежде всего там тем что за два прихлопа три притопа сразу там супер компьютер которого нету куда более заслуженных людей супер то супер другое супер дарить эти он если развращал то тем с какой легкостью людям доставались очень дорогие плоды труда других людей и в этом смысле надо признать что ожидание особенно молодых людей вот с навязыванием некоторого культа потребления совершенно необоснованного уровня нашего производства реального да вот это это в общем ну как бы создание необоснованных надежд раз второе значит есть тенденция на протяжении двухтысячных мы жили в условиях стремительного роста цен на энергоресурсы которые экспортировала страна и соответственно так или иначе происходило еще развитие коммуникации мы стали каждым годом все больше и больше получали чертян дешевого заграничного товара там компьютерной техники электроники бытовой техники и так далее значит стоимость какого-то какой-нибудь пылесоса до снизилась стране даже с представлениями советскими сколько может стоить пылесос или телевизора закature столь разительно что лепри выкли к тому что это как бы чуть не одноразовый бросы товар попользовался выбросил купил новые так далее приходилось что и качество кой что установ ró C1 разум до но тем не менее люди привыкли к этому к стремительному росту потребления особенно всякой электроники совесть со стремительной со стремительном развитием еще к удешевлением технологий я как то приведу пример еще раз приведу что девяносто пятом году у меня был мобильный телефон, простой, скромный, на работе выданный, стоивший 5 тысяч долларов, а лет 5 назад, видимо, года 3 назад может быть, был пик дешевизны этой продукции, когда можно было телефон купить за 5-7 долларов. Представьте себе, за 25 лет пройти такой путь. То есть нам, людям, было зачастую очень трудно отличить, где плоды научно-технического прогресса, происходящего, внимание, к сожалению, отнюдь не у нас, а за рубежами нашей страны. А где плоды действительно улучшения жизни и всего того, что как-то организуется пространство, экономика и так далее. Но этот период закончился. Начиная где-то с 8-го, особенно с 13-14 года, реальные доходы стремительно падают. Сейчас из пандемии разрушились всякие коммуникации международные. Мы видим, как на глазах растет стоимость того, к чему привыкли, что это дешево. Плюс, как я понимаю, пошла глобальная масштабная инфляция. Там США, Европа приступили просто к печатным денег для того, чтобы выходить из кризиса, в который они попали. То есть и в валютной составляющей цены на все товары стремительно растут. Плюс продолжающаяся политика нашей власти на необоснованное занижение курса национальной валюты с целью максимизации прибыли сырьевого олигархата и исполнение формального исполнения социальных обязательств перед народом, ничем не обеспеченными, обесцененными, необоснованно обесцененными рублями. Вот в силу сложения этих факторов люди вдруг увидели, что они живут все хуже и хуже, по сравнению с тем, как они ожидали, они будут жить. Им бросили приманку, там, дешевую ипотеку. И в это же время, понятно, что из-за этой дешевой ипотеки вдруг масштабы жилищного строительства волшебным образом не увеличились, значит, резко еще ископнули цель на жилье. То есть люди столкнулись с реальной инфляцией, которая ударила по ним, при отсутствии роста доходов. То есть вот это основные факторы, мне кажется. То есть, с одной стороны, необоснованное ожидание, с другой стороны, реально объективное стремительное ухудшение ситуации без какого-то просвета впереди. То есть мы не видим никаких оснований считать, что кто-то в ближайшее время может улучшиться. Вот. Ну и последнее. Есть объективный фактор, который раньше люди не рассматривали как ненормальный и внушили, что в кредит жить нормально. Люди убеждали, что так якобы весь мир живет, что так надо, так и давайте, давайте берите кредит. Вот. А сейчас люди вдруг оказались в удавке. Они еще зачастую не понимают, насколько тяжело и плохо их материальное положение. Вы провели социологические исследования, которые говорят о том, что у большинства людей тяжелое материальное положение. А вот если провести не социологические исследования, а объективные исследования, каково же положение людей на самом деле. Я подозреваю, что по моим критериям число людей, у которых тяжелое материальное положение и беспрерспективное материальное положение, окажется еще больше, ситуация окажется еще хуже, чем сама ощущение людей. У меня такое подозрение. Ну, что касается жилья в кредит... Извините, люди еще недопонимают, в сколь глубокую и безнадежную яму они попали. Абсолютно с вами согласен. Мы все летим в эту кроличью нору, вокруг нас летят всякие предметы, столы, стулья. Мы можем даже сесть на этот стул и сесть за этот стол, но это не отменяет того факта, что мы летим, конечно, вниз. Что касается... Одну ремарку буквально по поводу привычки жить в кредит. Может быть, это и какой-то, скажем так, ну, конечно, ненормальный, но приемлемый стиль жизни в условиях, когда обслуживать свои кредитные обязательства более-менее недорого. По тем ставкам, которые существуют в Российской Федерации, ну, это просто еще одна разновидность грабежа людей вместе с курсовым грабежом, о котором вы тоже сказали. Вот что касается вот этих острых тем, которых его святейшество то ли не хочет видеть, то ли не замечает, я вот назову несколько. Давайте, может быть, мы их обсудим так более подробно. Меня тревожит нарастание межэтнических противоречий и даже не само по себе, а вкупе с тем обстоятельством, что, как я понимаю, власть не будет знать, что с этим делать. С одной стороны, вроде как она не может принять, имея в виду, что Россия все-таки это многонациональное государство, чью-либо определенную сторону, скажем, государство образующего народа. И с другой стороны, ну, наша власть по острым вопросам, она же всегда была невнятна, Юрий Юрьевич. Давайте вещи назовем своими именами. Вот какой у вас прогноз на вот этот вид конфликтов в связи с тем, что я сказал? Или, может быть, у вас еще какие-то есть соображения по этому поводу? Расскажите, пожалуйста. Есть два полюса. Первый полюс – рассмотрение межэтнических отношений, как абсолютно самостоятельных, никак не связанных с социально-экономическими. Другой полюс – рассмотрение межэтнических отношений исключительно, как следствие, неурядиц в системе социально-экономической. Ну, раз я сказал два полюса, значит, видимо, я подразумеваю, что правда лежит где-то посередине. Значит, правда действительно лежит посередине. То есть, даже если мы достигнем абсолютного социально-экономического изобилия благополучия, ну, межэтнические проблемы все равно останутся, потому что есть там какие-то традиции, обычаи, есть стремление к доминированию. Другое дело, что на фоне большего благополучия, наверное, легче было бы решать эти проблемы. Раз. Второе, кроме социально-экономического благополучия, есть еще относительное благополучие или, наоборот, как бы трудности и слабости в сфере, скажем так, гражданских отношений, в сфере самоощущения людей, кем они себя вообще чувствуют. Значит, холопами бессловесными или все-таки гражданами, у которых есть право слова, право что-то решать и так далее. Значит, опять же, я не могу сказать, что везде, где люди чувствуют себя гражданами и решают свободно, там абсолютный межэтнический мир и порядок. Нет, так легко это не решается. Но у меня есть основание предполагать, что в ситуации, когда обществу навязывается, значит, не просто на первый, второй рассчитаясь, а стоять по стойке смирно и не пикнуть, ну, начнем с того, что просто разные народы традиционно более или менее законопослушны. И, соответственно, в ситуации, когда всех пытаются построить на первый, второй рассчитаясь, значит, степень выпадения стройного ряда будет разная, ну, у разных, скажем так, общин, национальных общин и так далее. То есть здесь уже больше какие-то предпосылки к конфликтам, чем если бы, допустим, сохранялась какая-то более-менее свобода выбора для всех. Опять же, вы сказали, что наши власти не всегда все здорово делают. Понятно, что есть, как я говорю, более-менее законопослушные. И если только создается там какое-нибудь даже узенькое отверстие для коррупции, значит, есть те или иные предпосылки, в том числе национальные, исторические и так далее. Одни проходят мимо этой дырочки, даже не заглядят в нее, а другие стремительно стараются ее расковырять. То есть разные общины по-разному используют коррупцию с большей, скажем, или меньшей активностью. И если только возникает возможность за счет коррупции как-то более или менее успешно решать какие-то проблемы, на основе коррупции тут же возникают не только территориальные гетто, но и гетто в части даже там тех или иных элементов госслужбы. Достаточно посмотреть на некоторые, скажем, структуры органов власти, просто зайти в какое-то территориальное подразделение, вы вдруг увидите, что в том или ином территориальное подразделение похоже там какое-то землячество или братство. Значит, с точки зрения гражданской, понятно, что это предпосылка к завтрашним серьезным конфликтам. Вот. Но невозможнее рассмотреть вопрос о внешних мигрантах. Значит, именно национально-патриотическое движение много сил положило на борьбу против, так называемой, плановой замены населения. Значит, ухудшение экономической ситуации в России сейчас ведет к уменьшению давления миграционного такого, значит, вне российского. То есть, те, кто раньше стремились во что-то, не стал приехать на работу в Россию здесь закрепиться, сейчас зачастую предпочитают даже, может быть, иногда Казахстан, не говоря уж там о Китае или там, хотя там Турции, не говоря уж о Европе. Другое дело, что и там ворота в большей степени закрываются. То есть, ситуация неопределенная. Как будет развиваться, непонятно. Единственное, что можно сказать ясно и однозначно. Это общая неблагоприятная ситуация в каком-то вопросе временно может сыграть нам на руку, но мы не видим, несмотря даже на отдельные заявления московской власти, что вот, может быть, нужно на стройках меньше привлекать мигрантов, тем не менее, мы не видим ясной, однозначной позиции федеральной власти на то, что в России, так же, как японцы в свое время говорили, мы приводили в одной передаче, как-то пример, когда это рассказывал наш товарищ Гринев, врач из Красноярска, когда он стажировался в Японии, там возникла проблема на конференции или где-то, встал вопрос о том, что не хватает медсестер. И тут же представители Тайланда сказали, мы вам с удовольствием можем поставить квалифицированных медсестер. И мы ответили, нет, вы не поняли, нам не хватает японских медсестер. Вот такой же ясной, однозначной воли наших федеральных властей, что нам не просто не хватает строителей или кого-то еще, что нам должны, если нам не хватает, не хватает русских или российских, представителей коренных народов России, тех же строителей и кого-то еще. Вот ясной воли, что никакого планового замещения населения в России нет и не должно быть, это воли нет. Поэтому даже если жизнь дает нам какую-то передышку с остротой этого вопроса, завтра ситуация как-то изменится, то ли у нас что-то улучшится, то ли у соседей что-то ухудшится, этот вопрос вновь станет с той же остротой. А каждая новая волна не решения этого проблемы, а по сути дела предоставления льготных условий для труда мигрантов, которых используют как безропотный, почти рабский, рабскую рабочую силу, значит, она ведет к необратимым изменениям в составе населения. К сожалению, никакой позитивной подвижки ни в части позиций федеральных властей, ни в части способности нашего народа надавить на власти, чтобы они решали этот вопрос в нужном направлении, к сожалению, сегодняшний день нет и пока не предвидится. Вынужден с вами согласиться. К сожалению, просвета не видно, и если и видна какая-то воля, то, наверное, в противоположном направлении. Мин все-таки заместить русское население менее таким притязательным. Еще одну острую тему хочу предложить вашему вниманию. Вы про нее уже начали говорить. Это тема пандемии, вокруг которой в обществе, конечно, разгораются страсти. Мы о ней, Юрий Юрьевич, адекватно прямо говорить не можем. К сожалению, находимся мы с вами на цензурированной площадке. По существу так сильно не можем туда погружаться. Но вот в юридическую сторону, экономическую, вполне себе. Я имею в виду эти два знаменитых законопроекта, внесенных в Государственную Думу, один из которых вносит поправки в федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а второй в статью 107 Воздушного кодекса РФ и в федеральный закон об уставе железнодорожного транспорта Российской Федерации. Вот судя по данным различных опросов, в том числе и вполне себе провластных СМИ, таких как РИА Новости, подавляющее большинство россиян против этих QR-кодов. Вот. И, так сказать, вот эту проблему, судя по всему, как я понимаю, не удастся замести под ковер, под которым вот так уже слишком много заметено, он уже бедный весь волнистый, там по нему ходить невозможно. Как ситуация будет развиваться? Можете предположить? Я скажу главное. Вот за эти 30 лет наш народ, мы планово сдавали, планомерно сдавали все ключевые позиции, возможности, какого бы то ни было контроля за властью, в какой бы то ни было сфере. Люди соглашались с тем, что приходит новый правитель, давайте дадим им возможность, он вроде хороший, давайте им не мешать, давайте, чтобы там власть не враждовали. Вот эта вся демагогия, позволившая в конце концов нынешним правителям, сконцентрировать в своих руках все и не быть подконтрольными ни в части финансовой, ни в части имущества, ни в части внешней политики, ни в части того, что у нас, кто производит с лекарствами, для чего и что у нас с болезнями, на самом деле так или иначе, а что у нас со статистикой реальной. мы ничего сегодня объективно проверить независимыми от власти органами не можем. и даже интернет не является спасением части представления информации, потому что есть глобальный сговор, и по целому ряду вопросов просто происходит цензурирование. Мы не можем поставить целый ряд ключевых вопросов в открытой форме. Это какой-то абсурд, какой-то бред. Но нет, но мы позволили себе лишить себя всех институтов, которых могли бы защитить свои права от каких-то непонятных действий властей. Последние поправки в Конституцию год назад принимались. Всех интересовало что угодно. А вот Конституционный суд не интересовал никого. А они же ограничили наше право обратиться в том числе в Конституционный суд. И мало того, что Конституционный суд ручной, они еще сократили количество, то есть повесили над каждым своим домоклов меч, что мы тебя сократим, если ты пытаешься рыпаться не в ту сторону, сократили количество. То есть вы пока действуете, сколько есть, но дальше будем сокращать, сокращать. и ограничили наше право дополнительно обращаться в консенсус. Нам некуда обратиться за защитой наших прав вообще. Мы не понимали, зачем они это делают. Они могли сами не знать, под какой случай они делают. Но вот сейчас случай подвернулся. Они могут делать с нами все, что угодно, и у нас, получается, нет никаких легальных механизмов защиты наших прав. Нам надо осознать, насколько мы сдали непонятно кому, кого мы, в общем-то, сами всерьез не выбирали, кому мы сами всерьез никогда ничего не доверяли, кто, по сути дела, просто захватил и удерживает все бразды полномочий, мы просто добровольно отдали право решать, что делать с нашей жизнью и с нашим здоровьем. Значит, масштаб вот этой трагедии обществу предстоит осознать. Через какие ломки, через какие катаклизмы это будет восстановаться, не знаю. Вот сейчас в Татарстане попытались реализовать практику допуска или не допуска людей на общественный транспорт по QR-кодам, да? Разрешите, я зачитаю сообщение портала РИДОК на эту тему, у меня просто точные данные есть. Прошу прощения, что перебил. Значит, после введения QR-кодов на общественном транспорте в городе Казани произошло следующее. За полдня, это, кажется, за вчерашний день, полторы тысячи людей высадили, чем они, естественно, были очень недовольны. В поликлиниках выстарались очереди за медотводами. Значит, десятки кондукторов уволились после первого дня введения. Ну, ситуация очень конфликтная. Одному бедняге сломали нос, другому брызнули перцовкой. Значит, в лицо кондукторов Кремля заявили, что все возникшие проблемы, это временные трудности, и постепенно, цитирую Дмитрия Сергеевича Пескова, ситуация выровняется. Значит, смотрите, мы говорим о транспорте, но ведь есть более тихая ситуация, людей лишают еще задолго до введения этих мер там на транспорте, людей лишают права на работу. Значит, официально в стране федеральная власть не приняла закон, но при этом под давлением властей руководители, в том числе, государственных организаций, образовательных учреждений, и сдают приказы о допуске преподавателей, например, к учебным занятиям, только если они предъявляют вот этот сам QR-код. То, что переболел, не считается. Единственное, что считается, переболел, я имею в виду, там, полгода, год назад и больше, да? Значит, единственное, что считается, это если методотвод, получить методотвод, это отдельная героическая история, получить методотвод практически невозможно. Значит, это все результат... Даже при наличии оснований для этого методотвода, давайте подчеркнем. Что касается последствий, вы вот сказали, что страдают люди, которых принуждают, да, к определенной процедуре, но ведь страдает еще и экономика. Андрей Ильич Фурцев, друзья, вы меня простите, я об этом, наверное, 25-й раз повторяю, он ссылается при этом на исследования определенных экономистов, он говорит о том, что во время экономической депрессии люди погибают, физически погибают, просто в силу вот этого, этой экономической стагнации. Почему об этом никто не говорит? Иногда до 20% населения. Механизмы этого самые разнообразные, это самоубийство, недоедание, преступность, там и так далее, и тому подобное. Вот что-то одно ставится во главу угла, другое вообще не рассматривается. Ну, отраслям там, которые попали под ограничение трафика по этим QR-кодам, естественно, никаких компенсаций, даже речи об этом не идет. Если, может быть, что-то потом будет, на данный момент вообще это не обсуждается. Это вообще как? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...